Планировать вторую беременность Надежда начала сразу после рождения первой дочки. Когда поняла, что без помощи специалистов не обойтись, обратилась в Республиканский перинатальный центр. О процедуре ЭКО много слышала, читала, признает, для нее это последний шанс снова стать счастливой мамой. Хочется нам второго малыша. Дочка есть старшая, 10 лет, но вот, к сожалению, сейчас с мужем не получается. Первый раз обратились. Надеемся, что будет удачный. Получится все с первого раза у нас. В Удмуртии процедура ЭКО стала доступнее с 2013 года. Все это время ее проводят бесплатно по полису ОМС. А теперь и на новом современном оборудовании. Это наша эмбриологическая лаборатория. Это наше сердце, так называемое ВРТ, где происходит процесс получения, обработки женских и мужских половых гомет. В Святая Святых лаборатория эмбриологии здесь и происходит таинство зарождения новой жизни, теперь в новых современных инкубаторах. Они работают на специальной мультигазовой смеси, благодаря которой эмбрионы растут точь-в-точь, как в микроклимате у мамы. Сюда поступает уже не просто СО2, который в данных инкубаторах старого поколения, а который специально создан для лучшего культивирования эмбрионов, которые создаются условия для, так скажем, более приближенных к естественным условиям. Они вроде бы на вид такие маленькие, но на самом деле здесь может быть, во-первых, отдельные камеры, где может до четырех человек, грубо говоря, культивироваться. Результат процедуры ЭКО напрямую зависит и от этой ультразвуковой системы. Она в помощь акушерам-гинекологам оснащена мобильным ультразвуковым сканером, ЖК-монитором. Все измерения после обследования не пропадают, как раньше. Информация о пациенте несколько лет хранится на сервере. Мы можем измерять до полумиллиметра любой орган. Также мы можем хранить все фотографии организма, сканированные до двух лет. Раньше было оборудование, а на нем, конечно, было не так четко видно. Никакая фотография у нас не хранилась. В этом году в Удмуртии по полису ОМС запланировано 773 процедуры ЭКО. Больше половины уже провели. Всего за 8 месяцев, благодаря искусственному оплодотворению, в республике родились 138 малышей. Из них 5 двоен. Процент родов после программы ЭКО по отношению к общему количеству родов – 1,5-2%. Наша задача, чтобы это было 2,5-3%. Но я думаю, что благодаря новому оборудованию количество рожденных детей, количество родов будет увеличиваться. По данным регионального Минздрава, за 8 лет программа ОМС и процедура ЭКО помогли стать счастливыми родителями сотням семейным парам со всей Удмуртии. На свет появилось 1200 детей. Елена Обуховская, Юрий Зелененький. Новости.